Продолжение следует... Он не будет наказан, потому что мы и мои... Я Лилита Ракеля, журналист из Армении. Я работаю в Ереване для Медиа ЛАБМ, в медиа-центре, еще для IWPR и освещаю проблемы, которые... Как охотно принимают редакции ваши публикации на эти темы? Я могу сказать, что мне повезло, потому что все мои редакторы очень опытные на этих темах, и они сами хотят, чтобы мы освещали эти проблемы. Наша организация работает с людьми, которые пострадали от конфликтов, и особенно уделяет внимание женщинам. Мы всегда стараемся работать с медиа, давать им информацию. К сожалению, тема не так уж активная сейчас наша. Портреты обычных людей, чтобы показать, что они обычные люди, у нас такого просто нет. То, что у нас есть, у нас есть изображение программ, которые делает правительство для IWPR, это очень хорошо. И у нас есть второе, если происходит какая-то скандальная ситуация, которая потом генерализуется на все сообщество IWPR. Нам кажется, что журналистика должна пытаться показывать вынужденно перемещенных лиц, и в том числе обязательно женщин и девочек. То есть это не какие-то выдающиеся бизнесмены, это не какие-то провалившиеся люди, это люди, которые своим трудом достигли какого-то положения в обществе, и которые работают для мира. Вот именно это то, что у нас сегодня отсутствует. Это работа женщин для мира, работа женщин для своих общин, которая вообще никак не освещается журналистом. И нет анализа, нет глубокого интервью или освещения этого проблемы так, чтобы это было более... Журналисты не знают ситуацию в регионах, а регионы не знают, что они могут сказать журналистам, если журналисты туда добираются. И российский координатор диалога профессиональных организаций журналистов России и Украины, который длится уже более двух лет. Два года назад, когда мы собрались и приняли первую нашу программную декларацию под названием «Две страны, одна профессия», мы так и называем наш диалог, мы говорили о том, что журналисты не солдаты, журналистов не должны использовать в информационных войнах и политическом и ином противостоянии. Я надеюсь, что тот мостик, который мы начали в очень трудных условиях выстраивать, он действительно приведет нас к тому будущему, которое мы хотим для своих стран, для наших СМИ, для наших гурналистов и для нашей аудитории. Я, например, семь раз бывал в Армении, один раз в Парабахе, и у меня есть много армянских коллег, и я не постесняюсь сказать, что и друзья есть у меня среди армян. И они доверяют моему слову, так же, как я и обострение на линии фронта, когда выясняли, что происходит на самом деле. Я задавал вопросы армянским коллегам. Скажите, что у вас говорят, что у вас происходит. Они задавали такие же вопросы мне. И мы делали какую-то общую точку зрения. И читателю это показывалось, наверное, более объективным, потому что это стояли две подписи, и армянина, и азербайджанца. После апрельских событий я правда испугалась. Мне казалось, что все ушло на смарт, что, оказывается, те учения, те разговоры о мирном разрешении конфликта, и сказка. Потому что опять все началось, опять все с нуля начинается. Но, с другой стороны, опускать руки тоже нельзя. Потому что надо стараться, чем больше людей поверят, что если они не позволят не сказать правду, тогда эта правда, она найдет себе дорогу, как ручейка.